Насколько безопасны проблемные деревья и кто несет ответственность за их своевременную ликвидацию? Этот вопрос задают жители всех городов России без исключения. Горожане всерьез обеспокоены тем, что с очередным порывом ветра гнилая ветка упадет на машину или, не дай бог, на играющего во дворе ребенка. Но оказывается тут как с больным. Один, в данном случае представитель управляющей компании, выносит диагноз, что дерево не жилец. Второй, специальная комиссия принимает решение, пилить или не пилить. За последние пару лет жители комбайновой улицы города Рязани неоднократно обращались в общество защиты прав человека с просьбой, наконец, обратить внимание властей на реально существующую проблему. Это говорит о том, что должное внимание префектура московского района города Рязани не уделяет данному участку, несмотря на то, что она расположена в непосредственной близости. Существуют целые инструкции на тему, как пилить, когда и при каких условиях. То ли ликвидировать опасную ветку целиком, то ли задуматься над целесообразностью сохранения всего дерева. Есть мнение, что держать ситуацию под контролем должны сами собственники квартир. Двор – это тоже общедомовое имущество. А если территорию делят между собой жильцы нескольких домов, то и проблему нужно решать по-соседски. Аварийные деревья, непроходимые заросли рядом с домом – в этом вопросе жильцам самое главное не сидеть сложа руки. Надо собраться, проголосовать за спил и вырубку аварийных деревьев, а дальше идти в управляющую компанию. Вот только пока бабушки держатся за сердце и переживают за здоровье внуков, представители многочисленных комиссий и консилиумов волнуют другой вопрос – какая же организация в итоге за это заплатит? Видимо, человеческой жизни в виде расплаты уже недостаточно.